Чпойник! Всем привет, дорогие друзья! С вами ваш Дакстер и добро пожаловать в новый видосик по нашему с вами любимому зайчику. Все дело в том, что по данной игрушке мы с вами уже записали большое количество роликов, мы играли и в оригинального зайчика, играли в некоторые моды по данной игрушке и также записывали реакции на различные видеоконтент, на трейлеры и другие ролики, связанные с этой игрой. Но сегодня будет довольно-таки уникальный случай, потому что одни из разработчиков этого мода, я напомню, что сейчас очень большое количество людей разрабатывают модификации к этой игрушке и в том числе и пишут мне в личные сообщения, чтобы я поиграл, посмотрел и как бы если будет годно и качественно, то контент по этой игре естественно увеличится, но все будет так же зависеть от ваших лайков и комментариев, которые вы прямо сейчас можете завести под этот видосик, потому что сегодня мы с вами поиграем в мини-игру, которая называется Виселица. Вот команда разработчиков Extra Hands. Мы с вами уже снимали реакцию на их трейлер, тоже моды, которые они сейчас делают и соответственно ребята решили пойти дальше и сделать мини-игру, собственно в главном меню которой мы сейчас с тобой прямо и находимся. И помимо того, что под данный видосик я тебя прошу завести большое количество пальцев вверх и комментариев, я также и рекомендую тебе подписаться на мою телегу, ссылочка будет в описании и также в закрепленном комментарии, потому что уже очень скоро мы с тобой проведем там полномасштабный большой классный розыгрыш с ключами на лицензионного зайчика. Все будет зависеть от вашего актива. Чем больше вас вступит в мой телеграм-канал, тем больше ключей я разыграю. Сейчас нам порядка 250 подписчиков, соответственно выиграть шанс довольно-таки высокий, поэтому не упускай такую возможность и обязательно подписывайся на телегу. Ну а мы с тобой, соответственно, давай заценим, что же это такое. Зайчик мини-игры. Должен сделать небольшую поправку, что данная штукенция вышла уже относительно давно, просто она у меня лежала на полочке, все никак не доходили руки, но сейчас опять же весь этот интерес к выходу обновления на The Other Story, как бы многие из вас тоже мне говорят о том, что Дакстер, вот готовься, готовься, скоро выйдет. Я слежу за этой ситуацией, не переживайте, скоро действительно мод The Other Story, который очень сильно хайпанул на моем канале, выйдет его продолжение, мы также будем его записывать. А пока что, как бы в преддверии этого всего, снова окунаемся в историю с Антошкой, со всеми этими зверюшками и нажимаем кнопочку играть. Окей, ой нормально, сразу музяк, смотри, классная работа. То есть мы играем как будто бы за, не знаю, какого-нибудь Бяшу, кстати, тут написано Бяша, которого вызвали к доске, задают ему вопрос, который, кстати, название составных гигантских роботов и связанных с ними аниме и комиксов. Музяка вообще сразу огонь, как бы ставлю лайк, и я так понимаю, что это не рандомные слова, скорее всего, а те, которые у нас либо появлялись в игре, либо напрямую как-то были связаны с тематикой, потому что что-то про роботов, про игрушки я такое припомню. Ну окей, как бы давай выберем букву А, буквы А нету, это плохо. То есть, как ты помнишь, мы также еще и на моем канале играли в поле чудес, где мы вместе с ребятами из геймер-склада пытались отгадывать у Усатого Якубовича различные слова, но здесь я как бы один, вместе с тобой, естественно, ты мне тоже там подсказывай, пиши в комментариях. Все это дело, ну, слушай, по логике реально в таких длинных словах обязательно должны быть классные буквы. Соответственно, если нет А, то должно быть О. Вот, и смотри, сразу два О. Составных гигантских роботов. Роботы аниме, комиксы. Блин, из всех составных крутых роботов я знаю только трансформеры. Но трансформеры аниме это что-то странное, скорее всего, этого тупо не существует. Ну, давай выберем букву Е. Такой буквы тоже нет, так, секундочку. Ну, здесь 100% должна быть еще одна гласная, возможно, это И. А вот сейчас внезапно, бешка, он спелился, здорово. Не, ну, прикольно, прикольно, конечно, мини-гейм сделан, что называется, на славу. И здесь даже есть такие анимированные вставочки. Озвучка! Нихрена себе. Так, стараюсь как могу, хорошо. Кстати, забыл передать ребятам из Extra Hands привет. Как бы вы молодцы. Я всегда респектую тем чувакам, которые делают действительно годные модификации по зайчику. Потому что, знаешь, вот, типа, просто сделать что-то на коленке, написать мне, Дакстер, давай запиши летсплей по этому. Ну, поймите, что таких людей сейчас очень и очень много. И я чисто физически не смогу, как бы, размножиться и записать обзор на каждый мод. Если мод будет годный в визуальном плане, в аудиальном плане, в, там, даже, возможно, с озвучкой, то, конечно же, мы все это дело зацениваем. А если это так, знаешь, чисто вырезал персонажа, подставил на какой-то черно-белый фон, ну, тип ХЗ. Такс, продолжаем, собственно. У, У тоже не, да чё ж такое-то? Поднажми, Антоха, я стараюсь, я пытаюсь. С, да звездец, Р, Р есть. Г, да я изо всех сил пытаюсь, Бяж, давай подсказывай. Ща отыграемся, нормально, всё. К, звездец. Потеряли, пацана, ты проиграл, а не понял. Реально, обидно сейчас было. Ты проиграл, меню. Ха-ха-ха, нифига, меня быстро слили. А чё это слово-то такое было? Ладно, попытка номер два, как бы первый блин комом, естественно, это классика. Международная компания, производящая видеоигры, Sega. Опа, нет, есть одна. Ну, естественно. Шаг ближе к победе. Ну, так это я профессионал, ты так берёшь? Всё, следующее слово, поехали. Как бы отыгрались за первый кон, забыли нашу вот эту вот блинную попыточку, всё, и делаем, соответственно, профессионально. Электронно-лучевой прибор, преобразующий электрические сигналы в световые. Электрические в световые. Светофор? Све... Нет, не светофор. Я не знаю этого слова, но я подряд пикнул, правильно, три буквы. Это как вообще? Перёд к победе. Конечно, стараемся изо всех сил. Наверное, Е-скоп. Скоп, да, сейчас будет? Звездец, я профессионал. Кинескоп, кинескоп, всё понятно. Кинескоп, кинескоп. Слушай, без единой помарочки мы вообще с тобой здесь ничего не нарисовали. Кишь профессионалы. Так, идём дальше, следующее слово. Художественно оформленный плакат, который заключает в себе конкретную идею или образ. Не, музяка вообще имба. Художественно оформленный плакат? Ну, типа, картина какая-нибудь? Нет. Вперёд к победе. Ага. Как я это делаю? Почему я в первой игре пытался изо всех сил, как бы, реально, вот, что называется, Мяша сказал, пошевелить извилинами, у меня ни хрена не получалось. Здесь я просто на рандом тыкаю, и у меня всё правильно. Кор... Что? Ничего, отыграемся. А что значит художественно оформленный плакат? Ну, плакат, он и есть плакат. Синоний, может, плаката. Красава! Вперёд к победе. А, постер, господи, постер, конечно же. Победа. Делов-то. Делов-то, неестественно. Не, зря, кинотец, облик. Слушай, я-то как бы, да, я тут уже, считай, смотри, мы одно слово не отгадали, самое первое, и сейчас уже отгадали, сколько, два или три. Профессионалы. Извини, как интересно, буквы просто О, П, Р, С, Э, Т, чисто в ряд. Офигеть. Игровая приставка неофициальный аппаратный клон приставки третьего поколения Famicom от Nintendo. Вот это, кстати, сложнее. Клон, неофициальный аппаратный клон. Но это никакой не PlayStation, слишком много буков. Соответственно, что это ещё может быть? Sega тоже не подходит. Хотя... Не, не подходит. Я подумал, вдруг тут опечаточка, но нет. Вот сейчас, кстати, внимательно. Сейчас играем столько в путь. Ага, спасибо. Верёшь к победе. Да. Заканчивается на И. Кен-ти, что? А, Дэнди, господи, естественно. Дэнди. Окей. Слушай, какие же мы с тобой интеллектуалы, однако, да? Персонаж видеоигры, выступающий в роли талисмана Nintendo. Это Супер Марио. Ой. Опачки. Ещё одна. Да-да-да. Вот так берёшь просто? Ну, только ещё две. Ма-ри-о. Ты откуда такой умный взялся? Так я же Антошка, серьёзно. У меня очки. Я читаю много книжек. Я вообще профессионал. И никакого мошенничества. Это точно, да. Виртуальный питомец, который требует заботы со стороны пользователя. Кстати. Вот сейчас, как бы, всё это дело понятно. Дело мы с тобой играем. Смотрим. Изучаем. Но. Вот эти вот реплики, которые говорит Антон, на самом-то деле можно заморочиться. И заменить искусственным интеллектом. Потому что я уже встречал на Ютубе дофига видосов. Как там, типа, голосом Антона, я не знаю, поют, там, главную песню из сериала Папины дочки, условно. И ты слушаешь, и это реально очень сильно похоже. Типа, процентов на 90. В то время, как здесь голос, ну, напоминает голос Антона. Но всё равно, как ты знаешь, немножко не то. Не та интонация. И вот, соответственно, разработчикам, которые, я надеюсь, сейчас смотрят этот видос, тоже, как бы, небольшой советик. И попробовать углубиться во все эти искусственные интеллекты. И попробовать как-то намутить. Потому что это пригодится и в ваших мини-играх, и в целом, в разработке мода. Чтобы сделать реально, вот, очень близко похожий голос к оригиналу. Мне кажется, будет реально имба. Виртуальный питомец, который требует забот со стороны позитива. Это Тамагочи. И можно было бы, кстати, ещё немножечко разбавить вот эти вот реплики нашего Антона и Бяши. Потому что, ну, что-то, по-моему, они две или три реплики всего произносят. И хочется не их слушать, а просто скипнуть, чтобы поскорее отгадать слово. Тамагочи. Так, Тамагочи. Да. Хорошо. Анимационный сериал о приключениях уток. О-о-о, да это серьёзно. Утины. Утины. Это первое слово. А второе слово знаешь какое? Перёд к победе. Напиши обязательно в комментариях. Сейчас прям сразу поставь видео на паузу и напиши быстренько в комментариях второе слово, если ты знаешь. Как бы, если знаешь, то вообще красава. Значит, утины. Здесь мы пишем с тобой на уверенности. Утины. Здесь даже уже себе подсказка появилась. Поэтому, вот, сейчас последний вариант, последний шанс, так скажем, быть умным. И написать в комментариях, какой ты профессионал и знаешь второе слово. Потом будет уже поздно. Так, утины. Утины. Красава Тоха. Спасибо, спасибо. Вперёд к победе. То есть, он смотри, говорит, красава Тоха, вперёд к победе. Потом, типа, ещё одна, давай поднажми. И что-то какая-то ещё есть реплика. Утины. Ну, я надеюсь, все шарищи, как бы, уже в комментариях отметились. И мы с тобой тут тоже так, хоп. Давай, сейчас быстренько в комментарии загляну. Ага. Истории. Всё, спасибо. Спасибо за совет, как бы всё правильно написали. Красава Тоха. Вперёд к победе. Вперёд к победе, да. Нет, скорее всего, это кто-то просто другой озвучил. Сами эти реплики. Потому что на Антошку хоть и похоже, но всё равно всё-таки как-то отдалённо. Истории. Утки. Ловкость рук и никакого мошенничества. Вот, и вот эту вот фразу он говорит про ловкость рук и никакого мошенничества, которая каждый раз появляется, когда ты заканчиваешь эту игру. Соответственно, блин, ну, типа. Мне кажется, можно добавить ещё парочку фраз, которые прям тоже будет интересно очень послушать. Плёночная фотокамера для моментальной фотографии. Опять же, не подумайте, что я там какой-то душнилый, что я пытаюсь, типа, завалить столь замечательную мини-игру. Я просто предлагаю какие-то свои идеи, как это можно улучшить, сделать более интересно, более, там, захватывающе, я не знаю. Соответственно, можно делать, можно не делать, абсолютно пофиг. Плёночная фотокамера для моментальной фотографии. Ну, это полароид. Эээ, по-ло... Так, по... Красава, царь! Ага. Вперёд к победе! Ю-ху! По-ло-ро-и. И... Д. Слушай, так-то мы с тобой очень много слов знаем, серьёзно. То есть вот первое прям какое-то непонятное было, а дальше... Всё логично. Культовая лента о секретной организации, контролирующей инопланетян на Земле. А вот, кстати, сейчас не понял. Сейчас не понял. Что-то и... А, это не и. Это значит о. Нет. Но о тут тоже есть, это хорошо. Может быть... У... Нет! А... А что здесь ещё может быть? Подожди. Культовая лента о секретной организации, контролирующей инопланетян на Земле. Ну, культовая организация... Это всякие там масоны. Хотя это немножко не то, это скорее секретное общество. Есть ещё зона 51 в Америке. Где типа тоже какие-то эксперименты ставят над ними. Вот здесь должен быть либо соединительная какая-то... Точнее, не соединительная, либо союз. Но самый хороший союз здесь был бы И. Его тут нет. Значит, должен быть предлог. Может быть К? Звездец. Ничего, отыграемся. Вот здесь сейчас не отыграемся. Вот здесь прям вообще... А что ещё может быть? Что-то... Ага-га. К? Ага-га. Или... Ага. С? Может С? Звездец. А что ещё-то? Г? Д? Не может быть. Ж? З? Тоже не может быть. И тем более я... Э-э-э, я. Угу. Слушай, остаётся только я логично. Да? Брят, брать, мя-э, я, так могу. А что это за слово? Подожди. Здесь их получается 3. Охренеть, у меня последняя попытка осталась Я должен угадать вот эту букву в центре Это не А, это не О Это не И и это не К Но В, нет, В, нет Г, Д, Ё, Ж, З, Е Ла, Ма, На Шо это за слово-то? Т, Ф, Х, Ц, Ч А можно мне, пожалуйста, ответ написать в комментариях? Потому что мне даже самому интересно Я могу, типа, пикнуть какую-нибудь М или Н Либо Р, которая тоже часто встречается Но вот, мне кажется, проще угадать вот эту Но из всех, что здесь представлены Нет, не такой Давай, Э, Н Но Что? Но Но Нор Ночь Ноп Нох Нот Нож Ну вот это подстава Давай, Эр Эр есть Ну давай Эм На шаг ближе к победе Ну, типа того, да Ном Рном Что? Что? Что-то, что-то рном Что? Что? Гээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вы сидите, да, к старому-то серьезно, но это легкотня. Но я вообще не понимаю. Что ж. И главное, ошибку-то мы делать не можем. У нас все, последняя попытка. Ага, может Т? Давай Т. Черт, потеряли пацана. Может, не наберет. Ну как так, серьезно? Что это такое было? И вот, кстати, тоже жалко, что не говорят правильного ответа. Это, знаешь, гениальная просто история рассказываю. Я же сейчас поступил на магистратуру, я отучился на бакалавре, сейчас поступил на магистратуру. И там были, типа, подготовительные тесты, вступительные испытания, уже экзамены для поступления, короче. И в конце этого теста ты сидишь, его решаешь час, там 50 вопросов, и в конце нет правильных ответов. То есть, когда я готовился к ЕГЭ, многие из вас, может быть, тоже, ну, скорее всего, с этим сталкивались, либо еще столкнетесь, либо уже столкнулись. Вы же знаете, что там, как бы, ты становишься умнее за счет того, что ты прорешал, узнал правильный ответ, его запомнил, и в будущем, ну, типа, таких ошибок не совершишь. А здесь как? А здесь я не знаю какую-то секретную организацию, которые вот занимались этими инопришленцами. Надо обязательно писать. И вот в том числе и в том тесте, который я решал, тоже нифига подобного не было. И я такой, знаешь, типа, час просидел, такой здорово, и там не было ни отметки, типа, там, 5, 4, 3, ни процентов, там, вы решили на 80% правильных ответов, ни в целом, как бы, самих ответов. И это меня так раздражало серьезно. Соответственно, вот здесь тоже я бы сделал такой, знаешь, ты проиграл, правильный ответ, вот такой-то условный. Но, опять же, это мои какие-то идеи, которые можно внедрять, а можно и нет. Ну, давай с тобой еще одну игрушечку, как бы, затащим. Каточку, что я называю. А, это, точнее, игровая приставка неофициальная. А, это у нас было. Это у нас было. Это у нас... Что это? Я забыл. Дэнди. Это Дэнди. Это Дэнди. Конечно. Следующее слово. Но это тоже было. Это тоже было. Мы вот так вот просто с тобой делаем. Да-да-да-да-да. Я хочу ко-нибудь новенькое слово, которое еще не было. Постер, 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 постер. Следующее слово. Так, пробуем. Все, хорошо. Будет логичнее на этом всем деле и завершить. Что у нас там было? У нас было... Получается... Так. О. Р. С не было. В. Точно. Есть же еще В. Что-то в чем-то типа. Очень аккуратно. Так. А у нас я не помню. А, по-моему, не было. И И, по-моему. Или И. Нет. И была. Хорошо. Ш. Ш нету. Н. Н. Рном. В. Да звездец. Да звездец. Наша. Л. Л и последняя попытка. Типа. Ла. Ларри. Какие-то. Ломи. Лоры. В. Н. Рном. Какая культовая лента. Звездец. Я тупица. Лопатки. На шаг ближе к победе. Победа. Хм. Делов-то. Не зрячки носит. Ага. Ага. Рном. Что за рном? В черном. Люди в черном. Конечно же. Замечательное кинцо с Вилл Смитом. И другими легендарными актерами. Которая очень сильно на самом деле хайпанула. И вообще. Многие этот фильм знают. Смотрели, пересматривали. Любят, ценят. И так далее. Трэш. Собственно. На этой немножечко тупниковой, но забавной ноте я предлагаю закончить данный видосик. Обязательно еще раз влепите этому ролику большой палец вверх. Напишите в комментариях, как вам формат контента, связанного с зайчиком. Но при этом и не мод, и не реакция на какой-то видеоконтент. Мне будет очень интересно почитать. Но я надеюсь, опять же, на вашу поддержку. Что вам будет это интересно посмотреть. И тогда я буду стараться искать еще какие-то прикольчики. Я также видел зайчик в Роблоксе. Это вообще что-то, мне кажется, странное. Может быть, даже и классное. Поэтому давайте мы с вами соберем под этим видосиком 300 лайков. Если вы хотите, чтобы я для вас заснял зайчика в Роблоксе. Собственно. Если вам понравилось данное видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик. Ключать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Дакстр. Всем хорошего настроения, всем удачи. И всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну и что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр. Продолжение следует...